Девушки отдыхают 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 им сложно, то есть люди из другого города. А они приезжали сюда вообще, они парк видели? Да, они парк видели, то есть они два дня изучали его, то есть мы прям встречались в парке, проговаривали, что мы хотим видеть, что они увидели, то есть все нюансы, то есть сейчас идет там подготовительная работа в плане там, то по съемку снимать, то есть сети, тем более парк, это архитектурная у нас часть города, то есть мы рассказали всю историю, то есть напитали всеми ими проектами, которые были уже, проходили публичные слушания, то есть мы им всем это передали для вооружения, чтобы это было, то есть опрос этот будет идти до того времени, когда они уже вживую предоставят проекты, то есть проекты будут обсуждаться с жителями города Кирова, ну сейчас для интереса по данному исследованию уже 770 человек прошло голосование. Да, я тоже прошло это. А я вот пока еще не успела, но я сделаю это обязательно. Скажите, пожалуйста, это должен быть один какой-то проект или они разные варианты будут? Нет, разные варианты, конечно, разные варианты будут, то есть сейчас они концепциально собирают все, что бы хотели видеть, а потом это как-то ну в картинке и будет обсуждение. А администрация и теруправление со своей стороны какие-то задачи там поставила перед ними, то есть вы-то определились, что бы вы хотели видеть? Там, условно говоря, обязательно что-то должно быть. Да, то есть вот мы хотим, чтобы в этом парке обязательно было вот это или вот это? Или вот там, ну как бы не ваша эта задача? Нет, мы рекомендовали, что бы мы хотели, да, то есть там есть у нас в этом парке все-таки филармония, то есть это часть, то есть мы культурно хотели, то есть оставить сцену, то есть наполнить ее, чтобы эта сцена жила, то есть какие-то мероприятия проводить, то есть отзонировать хотели бы мы, чтобы это было, ну, логичные зоны, чтобы все понимали, что это парк, вот сюда мы идем с детьми, сюда мы идем культурно отдыхать, то есть центром как-то... Здесь мы идем поесть. Ну и в том числе, как бы, не без этого, то есть мы должны создать те условия комфортные, чтобы граждане чувствовали себя комфортно в этом парке. Мы, на самом деле, тут на днях тоже проводили в нашей группе во Вконтакте небольшой опрос, спрашивали у людей, то есть на их взгляд, что должно быть в парке, достаточно ли просто там скамеек и цветников, или должно быть какое-то наполнение. Я не помню там уже конкретное количество проголосовавших, но меня вот удивило, что, ну, две трети, конечно, считают, что в парке должно быть много разных активностей, еще каких-то интересных вещей, но одна треть считает, что скамеек и газонов с цветочками, в принципе, вполне достаточно. Вот, слушатели, если вы считаете точно так же и думаете, возможно, что не стоит вкладывать какие-то огромные деньги в благоустройство парка, пишите, звоните нам. Достаточно просто прибраться, поставить скамейки, сделать освещение, урны, и все. И гуляйте там себе, дышите воздухом. Ну, в принципе, мне кажется, ну, вот... Ну, это вчерашний день. Практически все городские парки примерно так и выглядят, мне кажется. Ну, вот за какими-то небольшими, ну, там, не знаю, в Александровском саду есть вот небольшой закуток, где какие-то, по-моему, аттракционы даже работают. То есть активности в парке нет современных, получается. Ты про это говоришь, да? Ну, вот я смотрю, в вопросе есть прям, ну, вот один из ближайших, скажем так, вопросов, которые прямо на первой страничке расположен, да? На что вы готовы тратить деньги при посещении парка? И можно выбрать несколько вариантов ответа. Еда, напитки, прокат, техники, да, для активности это велосипеды, самокаты, лодки, лодки. Ну, вот они... Ну, это, наверное, может быть... А это, наверное, форму делали примерно общую, там, да, для Кировского парка и для парка Гагарина. Я удивилась, думаю, может, вы водоем там планируете выкопать какой-нибудь каток зимой, да? Услуги для детей, мастер-классы, то есть возможность проводить какие-то образовательные, там, да, или культурные мероприятия, фестивали, ярмарки, аттракционы, культурно-образовательные мероприятия под открытым небом и не готов тратить деньги при посещении парка. Вот этот вопрос насчет денег, на что вы готовы тратить деньги? Правильно ли я понимаю, что после того, как парк будет благоустроен, что-то с ним будет сделано, ну, потом его кому-то в управление дадут или будет теруправление этим всем заниматься? Нет, все передадут теруправлением, мы также будем прибираться, следить за парком, то есть это одна из тем, которые должны реализовать в концепции, то есть парк должен жить круглогодично, то есть зимой, условно говоря, там, должны кататься на коньках и не только на коньках, почему граждане не могут прокатиться на лыжах, то есть почему, когда они замерзнут, не могут выпить чаю, кофе, съесть, то есть мы, когда идем в парк с семьей, то есть мы, ну, предугадываем какие-то траты, то есть там аттракционы, дети побегали, захотят есть, чтобы это было комфортно в шаговой доступности. Но вот этот вопрос именно про деньги, он подразумевает, что поиск арендаторов каких-то, да, то есть будут определены площадки, либо активности, которые там должны быть, и за каждое направление будет кто-то отвечать, я так понимаю, да? Ну, скорее всего, там это в концепции будет прорисовано, чтобы это было в едином, во-первых, стиле, это не было какое-то разношерстное, там, одни блинчики, вторые шашлыки, это все должно в единой концепции, и это все должно быть логично. Только шашлыки? Нет, не только шашлыки. Не только, поверьте. После шашлыков должен быть велосипед. Не сразу, но должен. Или коньки. Или коньки, чтобы умять это все. Но вообще, вот, бизнес предполагается на каком этапе к этому подключать, когда уже все полностью будет готово, и можно будет показать, вот у нас есть вот это, пожалуйста, заходите. Или где-то в серединке, чтобы бизнес тоже мог вносить какие-то свои предложения. То есть, условно говоря, если я, например, владелец аттракционов, да, я тоже могу какие-то свои нюансы добавить и сказать, нет, вы знаете, ребят, вот здесь нужно там немного расширить территорию, потому что вот мы не влезем. Ну, то есть, вот какие-то такие моменты. Ну, конечно, бизнесу на первоначальном этапе должен подключиться, когда мы уже какие-то картинки увидим, да, то мы ведь для чего жителей и призываем, чтобы чем больше общественности ответила на данные вопросы, опроса, тем проще было проектантам сделать так, чтобы было нам с вами комфортнее. В конечном-то итоге мы будем с вами получать эти услуги. То есть, и от нашей инициативы будет зависеть, как этот парк будет благоустроен. И как он будет дальше жить? Насколько тогда успешно будет привлекать к себе посетителей и прочее? Напомните, пожалуйста, сколько по времени сейчас Миррорг вы будете заниматься проектами? Полгода. Вот мы 8 сентября заключили контракт, значит, полгода. Вот с этой даты полгода. И после этих полугодов к работам приступят уже в теплое время года или потому что полгода-то получается где-то там чуть ли не на зиму, да, ведь придется? Да, да, да. Ну, к весне. Вот вопрос, кстати говоря, когда приступят к работам. Не очень пока понятно, за какие средства. Ну, то есть понятно, что проект будет сделан, вот он будет на руках. И в планах, конечно, как можно быстрее, я так понимаю, приступать к воплощению. Ну, конечно, будем стремиться, но в проекте будет этапность, скорее всего, то есть мы понимаем, это будет достаточно крупная сумма, то есть в проекте будет этапность, то есть деньги мы планируем привлечь из федерального центра, то есть это формирование комфортной городской среды будет реализация, то есть все зависит будет от начально максимальной цены проекта, да, то есть мы понимаем, что она будет гораздо выше, ну, много денег и, скорее всего, может, на этапы разделим по годам. Оставили, кстати говоря, разработчику какие-то условия, ну, то есть разработать тот проект, который по реализации уложится в такую-то сумму, там, да, или в такую, или у них просто безграничная фантазия? Ну, не то, что безграничная, мы их в рамки вели, нам не надо космические корабли туда, миллиарды рублей, которые мы понимаем изначально, что мы просто не реализуем, то есть мы поставили ту цель, которая должна реализовываться, то есть и проектанты тоже заинтересованы в своем портфеле, иметь вот реализованные проекты, а не то, что мы нарисовали, отдали городу Кирову и все, а город Киров там реализуй, потому что мы уже там 5 миллиардов нарисовали с космическими кораблями. Нет, ну, люди адекватные, они понимают, что им даже интересно, что этот проект будет реализовываться. Пусть он даже будет по годам, ну, я понимаю, что это будет там не одна сотня миллионов рублей, ну, тяжело для бюджета как бы потратить, но мы им сказали, что это должно быть все реально. Реальные цифры. Роман Боков с нами на связи, насколько я понимаю, руководитель Кировского отделения фонда городские проекты. Роман, добрый день. Алло. Здравствуйте. А, так, нет, это слушательница. Добрый день, Надежда. Добрый день, Надежда, да. Я насчет парка Киров. Да, Надежда. Во-первых, я бы изменила название парка, очень некрасивое. Киров не имеет отношения к нашему городу. Второе, значит, там, насчет, как вы сказали, коток. А кто, а как чистить этот коток будут зимой? Как кто туда заедет? Это нереально. Во-вторых, не должно быть детских площадок в парке. Это должно быть место для отдыха. Тихое место, у нас шума хватает и так на улицах. И детских площадок, у нас полно в городе. Поэтому так мы должны и сделать. Вот дети вон из парка, да? Ну и побольше там зелени, какое-то украшение, ландшафт зеленый. Ну, понятно, да. То есть ландшафтный дизайн, клумбы, цветы, деревья, да, зеленые зоны отдыха. Надежда, спасибо, ну, за маленьким исключением мы все-таки про парк Гагарина сегодня больше говорим, не про парк Киров. Но вот когда Надежда комментарий свой давала, я смотрела, Сергей Николаевич как-то так реагировал по поводу катка и того, кто будет его содержать. Вот это, кстати, правильный ведь вопрос, кто будет содержать. Ну, нет, когда мы планируем что-то там сделать, мы понимаем, что это надо будет содержать. То есть у нас есть пример, мы в прошлом году делали катки, в этом году сейчас прорабатывается же вопрос в парке Гагарина обустроить каток. Но мы сейчас подходим и в том числе будем содержать, конечно, как бы нас жители бы и граждане не критиковали там в прошлом году по качеству льда и по вэт, но мы взяли все это на вооружение в этом году, постараемся сделать достаточно комфортно и содержать мы будем. Не хотите попробовать тоже привлечь бизнес, возможно, к этим каткам? Ну, мы сейчас прорабатываем этот вопрос, не буду все... Все тайны нам не откроют сейчас, понятно. Ну, мы прорабатываем, может, и бизнес привлечем в том числе. То есть мы сейчас определились там с площадкой, сейчас подумаем, как ее сделать, чтобы каток должен быть большим, создать, опять же, комфортные условия у нас, пункт проката должен быть в это. Опять же, возвращаюсь, чтобы какая-то общепит какой-то был, потому что люди готовы, как практика показывает, чтобы попить чаю, съесть булочку. То есть, ну, мы сейчас это прорабатываем как раз. Ну, вот смотрите, да, вот тот момент, о котором говорила Надежда, мы тут, конечно, все посмеялись по поводу того, чтобы убрать детей из парка, да, но на самом деле это же... Ну, это значительная часть. Вот те люди, которые у нас голосовали, вот та треть, про которую ты говорила, они отвечали, что нужно только вот, ну, вот только зелень и спокойствие. Ну, опять же, вернусь, вот зонирование парка. Надо четкое зонирование парка. Вот здесь гуляют дети, а вот там гуляют бабушки. Вот я к зонированию-то хотела вопрос этот задать. А территорию парка вообще достаточно для того, чтобы вот настолько поделить его на зоны, чтобы вот здесь были дети, а вот здесь люди могли спокойно отдохнуть, и у них на душами-то никто не извинел. Ну, в принципе, площадь позволяет его отзонировать. То есть, в принципе, сейчас там уже вырисовываются зоны. Даже вот сейчас проектанты не пришли, то есть у нас там есть зона детская, да, то есть аттракционная. Тут же рядом детская площадка. Подальше у нас там люди бегают, то есть ВятГУ там вообще спортом занимается у нас полностью. Традиционно на протяжении многих лет. Вот эти же самые, да, аттракционные. Я, кстати, когда проходила этот вопрос, я тоже написала этот момент. Роман у нас на связи, да. Давайте мы просто Роман Боков, руководитель Кировского отделения фонда «Городские проекты» подключим к нашему разговору. Роман, добрый день. Добрый день. Добрый день, Роман, да. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим сейчас с Сергеем Решетниковым, заместителем начальника теруправления по Первомайскому району, о соучаствующем проектировании, там, да, об участии в увлечении горожан в разработку, там, да, вот какого-то объекта, где можно либо отдыхать, либо отдыхать тихо, либо отдыхать активно. Вот эта история с соучаствующим проектированием, насколько она распространенная вообще сейчас? Ну, история с соучаствующим проектированием – это не сегодняшнее новшество, и по этой схеме работают прогрессивные наши города, особенно Казань выделяется на фоне остальных городов, как они с этим работают, и они это научились делать быстро, по технологии, даже выпустили очень много интересных методических материалов, как вместе с жителями строить общественное пространство, как жителей привлекать к строительству общественного пространства, и в итоге это дает не только то, что мы учитываем нужды пользователей, а самое главное – пользователи, когда строят площадку, они чувствуют свою причастность и начинают за площадкой в последующем времени ухаживать, начинают предлагать какие-то свои новшества, и, в общем, это работает, как люди начинают чувствовать свою площадку, свою ответственность за нее. Да, 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 свою ответственность, начинают быть не только ответственными, ну, как вот мы высадили свой полисадник в деревне и начинаем за ним ухаживать, а к соседскому мы не пойдем, а соучаствующее проектирование дает возможность понять, что у соседей, у нас и у всех пользователей есть общее пространство, за которым все вместе ухаживают и несут ответственность. Роман, вот вы упомянули там, да, какие-то методические пособия, но вот на самом деле, а как привлечь людей, то есть достаточно ли вот таких вот опросов, которые сейчас Mirror Group проводит? Ну, по форме той, которую делают в Казани, они делают целое собрание людей именно на той площадке, на которой будет строиться общественное пространство, и уже именно там в виде какого-то не общественного слушания, а в виде разговоров делением на малые группы проектируют вместе с жителями площадку. Прямо, ну, это проходит как такой публичный массовый ивент на улице. Если нет возможности собираться на улице, собираются в помещение, неважно где, важно, что жители взаимодействуют внутри этого мероприятия, то есть благодаря уже внутреннему взаимодействию, поговорив с друг другом, увидев лица друг друга, они начинают работать с площадкой. Вот таким образом они предлагают делать в Казани, делают даже множество пространств. Казал. А привлекают людей, кто непосредственно живет в районе этой территории, или, ну, то есть кто способен максимально там хорошо оценить, что требуется в условном парке Гагарина. Те, кто живет рядом... Ну, делится, я расскажу, делится всегда на несколько групп. Первая группа – это непосредственно пользователи, то есть, возможно, если это спортивная площадка, то это какие-то спортивные группы, какие-то конкретные узкие группы на Бенера, ветеры, да, возьмем, да, ВятГГУ пользуются, вот если мы берем парк Гагарина, то есть пользователи. Есть еще жители микрорайона, которые гуляют постоянно в этом парке. Ну и, конечно же, есть люди, так как это очень популярно. И парк в городе, конечно же, сюда приезжают многие. И есть еще работники, которые работают здесь, проводят время, ну, перерывы на работе. Вот не вышли, филармоник тут работает, вышел в парк погулять. И можно тоже учитывать потребности этих пользователей. То есть раскладывается на несколько кластеров и смотрится, какие пользователи в каком месте могут пользоваться парком. А в Казани по такому принципу какие общественные пространства были благоустроены? В Казани в основном очень много проектов создается на путь этого. Конкретные проекты я бы не назвал, но я сейчас прям открыл методичку. Я могу посмотреть. Ну просто если кто-то будет в Казани, да, чтобы можно было посмотреть это. У них такие татарские названия, сложно рассказывать. Что запомнить сложно, да. Да-да-да, запомнить сложно. Они, в общем-то, любят такие названия у парков всех делать на свой манер. Ну, это правильно, наверное. Конкретных парков, да-да-да. Но в основном вот общественные пространства, которые перемыкаются во дворах, которые соединяют дворы, они делаются по такому принципу. Кстати, очень рад приветствовать Сергея. Спасибо. Так, ну у нас на самом деле подходит время. Я думаю, что вот мы сейчас что сделаем. Да, мы Роману спасибо скажем, отпустим его. Спасибо большое. Роман Боков, руководитель Кировского отделения фонда «Городские проекты». Сейчас пойдем на рекламу. После рекламы вернемся с этой же темой. Сергей Решетников в нашей студии, заместитель начальника теруправления по Первомайскому району Кирова. Мы продолжаем о парке Гагарина. Соучаствующий в проектировании и опрос жителей запустила компания «Меррор Групп», которая разрабатывает проект парка Гагарина. Достаточно простой вопрос. Его можно пройти в Google документе. Ну, как бы ссылочка там, я так понимаю, что и на сайте администрации тоже есть. То есть можно найти ее достаточно просто. Что вы бы хотели видеть? И может отвечать на этот вопрос не только житель того самого микрорайона, где парк Гагарина расположен, где филармония, любой житель Кирова и даже, наверное, не житель Кирова. Мне просто почему-то кажется, что потребности тех, кто приезжает в парк время от времени или приурочены к каким-то событиям, значительно отличаются от потребностей тех, кто живет в непосредственной близости от парка и постоянно им пользуются. И вот здесь, чьи интересы перевесят, грубо говоря, и будет ли как-то вообще разделяться, то есть, что, условно говоря, предложения свои вносят люди, которые живут рядом с парком. Да, я так понимаю, Роман к нам вернулся. Да, 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 я попросила Романа еще вернуть к нам. Потом, да? Ну да. Хорошо. Роман, да, я прошу прощения, мы совсем... Мы поняли, что мы не спросили вас. Да, поняли, что не спросили вас, что вы-то хотите видеть в парке Гагарина? Ну, на самом деле это сложно транслировать, но я могу рассказать, что лично мне бы внутри, как пользователь города Кирова и как человек, который видел другие парки, хотелось бы видеть. Так. Первое, это концепция, которую уже транслируют, двигаясь от названия парка, что это парк Гагарина, и мы можем здесь проецировать историю космоса, фантастики, какие-то космические идеи реализовывать. То есть, здесь вообще, мне кажется, пространство для реализации и все, что угодно. Но самое главное, любое пространство, которое мы строим в городе, оно должно учитывать потребности родителей, которые пришли в парк с детьми, пользователей, которые бегают. Вот, в первую очередь, должны быть пользователи учтены, а потом все остальное. Например, если мы поставим какие-нибудь длинные, красивые, очень красивые скамейки, но на них никто не будет сидеть, потому что люди по какому-то пространству в основном ходят и выгуливают каких-нибудь животных, это будет совсем неудобно. И зачем нужны будут эти лавочки? Будут ходить мамаши, искать какие-нибудь детские площадки и здесь не находить. То есть, логика понятна. Я бы подходил с творческой точки зрения и реализовывал бы какую-то творческую идею. Ну, в общем, понятна моя мысль. Кстати, у нас в городе есть история космонавтики. Можно вот идеи истории музея космонавтики переносить в парк. Тем более, что они не очень далеко друг от друга. Ну, скорее всего, да. Логично их взаимное существование. Ну, последнее я бы хотел добавить, что там находится филармония. Тему музыки можно тоже реализовывать. Вообще, ну, у меня ребенок, двухлетняя дочь, и она с удовольствием играет на детских площадках в какие-то огромные, прикольные музыкальные инструменты. Бывают всякие трубы, куда можно подключить, большие металлофоны, где можно подключать. Вот. В общем, если бы мы реализовывали какую-то тему музыки, возможно, филармония бы использовала это как свое пространство. Не знаю, как-то вот это объединить тоже можно. Хорошая идея, да. Я думаю, что... На уровне идеи это. Ну, также там еще существует мемориал, возможно, пространство в парке использовать как часть мемориального пространства возле памятника. А, ну мы имеем в виду памятник воинам, там вот эти блокальные конфликты. Да-да-да, возможно, его продлить в парк, и, возможно, парк как-то будет тоже причастен к этому пространству. Но это лишь догадки, надо смотреть на месте, это тоже можно учитывать. Также там пользователи есть площадки, ну, то есть в спортивном направлении. Возможно, эту площадку рассмотреть как более универсальную, что-то подвинуть, как-то со скейтом сделать. И не секрет, что у нас есть зима, и так как мы с Сергеем работаем над другим проектом и разговаривали насчет на замечательные идеи организации именно там, одного из городских катков. Да, да, Сергей уже. Каток очень здорово. Мне кажется, вот если оборудовать какое-то пространство для того, чтобы зимой использовать как каток, а летом как скейт-парк, то тоже было бы очень приемлемо. Спасибо большое. Да, вы слушали все-таки мнение Романа Бокова, руководителя Кировского отделения фонда «Городские проекты» по поводу парка Гагарина. Даша, продолжай, пожалуйста, еще одного спикера должны успеть набрать. На самом деле у меня просто вопрос сразу появился по поводу вот той площадки, которая перед филармонией, на самом деле там достаточно большое место, то есть она вроде бы даже как-то прилегает к парку Гагарина. Эта территория как-то будет задействована? Мы их просили учесть, в данной территории там тоже разработана определенная концепция данных вот больших цветников по концепции, насколько я помню, там фонтаны что-ли прорисованы у нас там для реализации, но они в целом будут рассматривать и в том числе это, это вне задания, но они хотят создать единое пространство логичное, чтобы это было, ну, правильно с точки зрения логистики парка и наполняемости. Потому что тут вот буквально недавно филармония в связи вот с этими со всеми ковидными ограничениями, они планировали даже проводить, по-моему, вот выносные концерты вот на ступеньках филармонии. Насколько я понимаю, зрители должны были как раз где-то вот на этой территории располагаться, но что-то там не срослось, это в итоге перенесли в онлайн, но на мой взгляд интересная такая идея, если бы там действительно было какое-то пространство, где можно было бы проводить концерты, было бы здорово. Тоже хорошая история. Алена Честакова с нами на связи, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области. Алена, добрый день. Здравствуйте. Да, у нас сегодня в разговоре несколько раз были дети упомянутые, дети и родители. Мы говорим о парке Гагарина, ну и там про парк Кирова тоже, да, нам Сергей Решетников сказал, что тоже будет, ну, примерно по такому же сценарию, как я понимаю, его благоустройство строится. Была у нас слушательница, которая сказала, что не надо в парках ни в коем случае делать ничего не для детей, вот, ну не надо, пусть там просто будут вот прогулочные зоны какие-то, да, и ходят отдыхающие, а детские площадки вообще надо убрать из парков, вынести их оттуда, потому что дети, видимо, слишком громко шумят. Ну и вот неоднократно уже в нашей студии тоже об этом говорилось, что надо разводить как-то потоки, мам с колясками, условно говоря, там, да, и велосипедистов или подростков на роликах. Вот вы, как мама многодетная в парках, наверное, часто бываете, вам дети мешают? Лично мне не мешают, наверное, если бы не мешали, я бы и вообще мамой не была. Начнем с этого. Так. Потом. Алёна. Три на три. Алё. Да, 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 мы здесь. Вот. И начнем с того, что у нас парки-то ведь не три на три метра, например. То есть, если кому-то, ну, вот если так планировкой конкретно заниматься, то в принципе в любом парке, что в парке Кирова, что в Гагаринском, да вообще в любом, можно сделать такую планировку, что никто никому мешать не будет. То есть дети, ну, хорошо, если кто-то не согласен, что там должны быть дети, должны быть только там отдыхающие, ну, только отдыхающие. Для отдыхающих так-то есть близлежащие леса, например. Почему бы не съездить в лес, не подышать, не поотдыхать, правильно? А парки, которые находятся в городской зоне и подразумевают под собой, что рядом живут все равно, ну, какие-то стоят дома и рядом живут дети. То есть детям нужно тоже отдыхать. И пусть лучше ребенок бегает на... Алена? Так, вы, по-моему, ухом нажимаете какую-то кнопку на телефоне. Ну, нет, вроде. Нет, у нас такой вот... Так слышно? Набор клавиш идет, да, иногда, да? Значит, детям, которые рядом, да, побегать? Дети, которые рядом живут, им лучше ездить на роликах, кататься на велосипедах, ползать по всяким горкам, там, развлекаловкам и всему остальному, так же, может быть, и в парке сделать какую-то площадку. Эти дети смогут там свой концерт организовать, что-то там для этих же соседей там придумать, показать, да? Чем они будут сидеть, я не знаю, в подвале какого-нибудь дома и нюхать клей? И нюхать клей. Ну, по-моему, это более здравая идея, и говорю, что парки все-таки наши, они подразумевают все эти потоки. Если кому-то не нравится шум детей, уйдите в другую сторону парка, погуляйте там с этими деревьями. Но детей вообще из парка не выгнать, и это просто нереально, тем более в городе. Но должно быть все хорошо спланировано, не должно быть все в кучу. Вот в парке Гагарина что бы вам конкретно хотелось видеть? Ну, то есть, если убрать там все фантастические идеи, оставить то, на что нам, вероятнее, хватит денег? Алло. Вот у нас в Гагаринском парке, например, есть, ну, такое, как бы, подобие, вот где можно покататься. Так оставьте, там небольшая площадка, там никто никому не мешает, там дети конкретно приходят покататься на этих роликовых досках. Велосипедисты тоже, в принципе, у них, они ездят не на машинах, которые занимают всю вот эту вот дорожку, то есть там спокойно можно и пройти, проехать с коляской и там, и что угодно, они не доставляют какого-то шума, то есть у них там нет громких клаксонов, которые бы могли разбудить малышей в коляске, если кому-то это не нравится. Все, Алло. Велосипедисты всегда объедет. Да, мы поняли, надо разделять просто потоки и, может быть, даже сделать это визуально так, чтобы было заметно всем. Спасибо большое, я прошу прощения, у нас остается три минуты просто до конца эфира. Спасибо, Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многонятных семей Кировского, можно детей разделить и взрослых. А когда вот эти вот два дня вы гуляли с представителями Мироргрупп, они, возможно, на словах, что тоже какие-то идеи предложили, какое-то видение у них появилось? Ну, определенно, видение у них появилось, то есть они, во-первых, подумали там изменить, возможно изменить там дорожно-тропиночную сеть, сделать там, например, центром, ну, как идеи у них возникали, потому что у нас за филармонией есть центральная аллея, возможно, что сделать центром ее, этого парка. Также они рассматривали вопрос, что данное место историческое, потому что там стоял у нас собор, то есть как-то его вписать в историю парка, да, то есть там, ну, идей много, то есть они были прорисованы у нас, там, в других проектах, то есть также они, ну, на все слои населения должны, то есть они посмотрели, кто там бывает, то есть они удивились, что там Ветгу рядом у нас там бегают очень много. Причем я вас уверена, десятилетиями бегают, я там в конце девяностых обучалась, и мы бегали там. То есть надо ведь все слои, для этого мы и проектируем, то есть для этого и собираем общественное мнение, то есть кто кому будет комфортно, то есть найти бабушкам надо посидеть, ну, мы уже видим из эфира, да, то есть детям надо побегать, постарше надо скейтпарк сделать, кому-то велодорожки, ну, если мы сделаем велодорожки, то, наверное, не хуже будет всем, да, то есть это будет интересно и притягивать велосипедистов прокатиться там. Но главное надо сделать так, чтобы эта велодорожка визуально была видна, что это велодорожка, чтобы там мамы с колясками на нее, например, не заворачивали. Ну, конечно, эта логистика должна быть определенная, то есть как-то цветом, ну, не знаю, там проектировщиков ведь много, идей, то есть мы должны уже смотреть непосредственно на картинку и говорить, да, нас это устраивает, или бы мы хотели доработать там, видеть вот это и это, да, там разрабатывалось много идей по концепции, то есть музыкальные инструменты, космос там, ну, конечно, это все они сразу увидели, на что у нас граждане подхватят какую идею, на той идее мы остановимся, то есть мы в конечном итоге данная цель вообще этого проекта, то есть сделать комфортно для нас с вами городское пространство. Спасибо большое, вот на этой замечательной ноте мы поставим пока запятую, потому что мы к этой теме будем обращаться неоднократно. Сергей Решетников, заместитель начальника теруправления по Первомайскому району Кирова, благодарим. Первый час дневного разворота заканчивается. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok